В лесной массив за деревней Нагорная некоторые мазыряне заезжают, чтобы нагадить. Отсутствие культуры и обычная лень не дают им доехать до организованной свалки, вот и устраивают ее недалеко от города. Убирать мусор лесники устали, поэтому очередная уборка закончилась перекрытием лесных дорог вот таким незатейливым способом. Шлагбаумы иногда не помогают. На данном участке в лесном массиве в районе деревни Нагорная были обнаружены многочисленные несанкционированные свалки мусора в лесу. К сожалению, выявить нарушителей нам не удалось, поэтому пришлось принимать меры самим. Порядка восьми несанкционированных свалок нами было убрано, вывезено и утилизировано. Таким же образом пришлось поступить в хозяйство и в лесном массиве около сульзавода, также популярном месте для сваливания мусора. Ликвидация несанкционированных свалок по весне для лесников вообще обычное дело. К сожалению, ведь это немалый кусок работы, да и труд в какой-то степени неблагодарный, поскольку не факт, что сюда снова никто ничего не привезет и не выбросит. Землеостроительной службой постоянно проводится контроль за санитарным состоянием в лесных полосах и придорожных полосах. Однако вместе с тем есть проблемы в пригородных зонах лесных массивах. Постоянно загрязнение бытовым и прочим мусором нашими жителями. Поэтому своевременно выносится предписание, своевременно наводится порядок на прилегающих территориях к городу и лесных массивах. Остро стоит проблема и загрязнение мест отдыха. Такие площадки оборудуют беседками, декоративными скамейками, малыми архитектурными формами, кострищем. Однако это отдыхающими зачастую не ценится. Ремонтировать и заменять предметы декора приходится довольно часто, не говоря уже об уборке территории от мусора. До контейнеров многие отдыхающие просто не доходят. Так, по причине периодической антисанитарии и захламленности, лесхозу пришлось убрать все признаки места отдыха и на стоянке около ЛПДС «Дружба». По сути, за ним, кроме лесников, причем по собственной инициативе, никто не присматривал. Кроме того, здесь проросли молодые хвои, которые очень легко воспламеняются, а значит, никакого кострища рядом быть не должно. Профилактике пожаров лесники вообще уделяют особое внимание. Это и санитарная рубка, очистка от захламленности и прокладка минерализованных полос вдоль дорог. Четыре лесничества имеют смотровые вышки, оборудованные видеонаблюдением. Одна камера способна зафиктировать очаг возгорания в радиусе 25 километров. Она имеет дистанционное управление, что позволяет леснику в случае необходимости приблизить картинку или посмотреть на нее под другим углом. Уже два года в Михалковском лесничестве функционирует система видеонаблюдения за пожарами лесными, дистанционная, охватывает практически все лесничество. Мы находим новую точку, определенный градус, звоним соседнее лесничество, по рации, вызываем по рации соседнее лесничество и даем направление азимуты. На пресечении этих азимутов на карте мы наблюдаем, то есть мы знаем, где домовая точка. Это очень существенно помогает нам в ведении лесного хозяйства, конкретно охраны леса от пожаров. Мероприятия по наведению порядка в лесных массивах и профилактике пожаров лесхозам района ведутся не прекращаясь. Оба эти вопроса особенно актуальны в весенне-летний период. Лесники, как универсальные солдаты, и уборку наведут, и пожар потушат в случае необходимости. Жаль только, что и то, и другое им приходится устранять за людьми, неаккуратными, не ценящими чужой труд и природу.